Всем привет-привет, мои любимые и драгоценные подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередной традиционный расклад карты дня. И смотреть мы будем 28 октября 2020 года. Какие энергии этот день несет в нашу жизнь. Будем предупреждены об этих энергиях. И если мы почувствуем потоки таких энергий, то уже будем знать, как нам правильнее поступить. Потому что предупрежден, значит вооружен. Именно для этого я и делаю такие расклады ежедневно. У нас, как всегда, как обычно, 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. Синее, желтое, зеленое, белое сердечко. Выбирайте, пожалуйста, ваш вариант. И мы будем с вами начинать. Сигнификацию энергии дня я буду смотреть на колоде колесо года. И на второй колоде я посмотрю, каких энергий лучше добавить и чего лучше убавить. Для того, чтобы наиболее гармонично складывались обстоятельства и ситуации в вашей жизни. Итак, 28 октября, 28 число находится под покровительством аркана влюбленные. Посмотрите, шестой аркан, старший аркан, очень красивый. В классической колоде он выглядит вот так. Причем люди здесь обнаженные, они абсолютно искренние друг к другу. Это люди, которые открыты друг к другу. И их отношения венчает ангел. Такая прекрасная энергетика любви, счастья, каких-то отношений очень правильных, партнерских, глубоких. И равноправных, равноценных. Вот такая энергия идет для всех вариантов, в принципе, в наш день. Также аркан влюбленный очень часто говорит о необходимости какого-то выбора. То есть человек может стоять сейчас перед каким-то выбором и понимать, что да, действительно ему пора, пришел уже момент, этот выбор сделать. Но, возможно, никак не может определиться. Вот такой момент тоже сейчас есть для всех нас. Именно в такие периоды. Если есть необходимость сделать выбор, то делайте его сейчас. Это отличный период, отличный момент именно для принятия какого-то решения. Итак, пока я буду подготавливать варианты, напоминаю, что по вопросам обучения обращаемся в личку. Если вы мечтаете обучиться делать расклады Таро самостоятельно, получать ценные подсказочки на каждый день для себя, для своих близких, либо мечтаете сделать это занятие вашей профессией, вашей профессиональной деятельностью, то обращайтесь, пожалуйста, в WhatsApp, пишите большими буквами обучения. Такие сообщения я вижу в первую очередь, естественно, потому что они заметны. И я смогу вам оперативно ответить, как только появится свободная минута. Итак, чего добавить, чего лучше убавить. Чего добавить, чего убавить. Чего добавить, чего убавить. Не допускать чего. Чего добавить и чего убавить. Я надеюсь, вы уже определились с вашим вариантом. Если нет, то ставьте, пожалуйста, видео на паузу. А мы будем начинать. Синее сердечко. Первый вариант. И у нас выходит аркан королевы Пентакли. Смотрите, это придворный аркан. Это аркан материального мира, материальных благ, расчетливости, здравомыслия. Потому что королева Пентакли, видите, она как сундучок здесь держится своими пентакликами. И они у нее так сложены любовно, пентаклик к пентаклику. И она пополняет этот ларец. И она такая довольная, счастливая. Она хозяйка в своем королевстве. Она умеет правильно вести хозяйство, считать денежки, управлять этим хозяйством, повелевать, так сказать. Женщина довольно приземленная, очень такая, с рациональным умом, можно сказать. Такая женщина может каким-то образом отыграться в энергетике вашего дня. Может быть, как-то вы будете связаны с такой женщиной. Встретите такую женщину, обратитесь к такой женщине. Ну, что-то может быть связано с ней. Но также все эти энергии относятся и к вам. То есть, вы сами сегодня будете окружены вот такими энергиями, о которых я сейчас сказала. Очень будут благоприятны любые материальные дела. Покупки, вложения, занятия домашним хозяйством. Та же уборка, не знаю, там шоппинг, какие-то проблемы домашние. Все это очень и очень сейчас будет в позитивном ключе. То есть, это все показано для вас. Ну и вообще, все, что связано с материальным миром, должно складываться хорошо у вас сегодня. Теперь давайте смотреть, чего лучше добавить и чего лучше не допускать, да, убавить. Ну, убавить чего? Я вам так скажу. Во-первых, не относитесь к этому дню как к очередному из рутинных каких-то неинтересных дней. Добавьте немножко больше огня, чего-то интересненького. Может быть, как-то развлеките себя, чтобы этот день не оказался обычным днем из вот такой вот обоймы обычных, рутинных, будничных дней. Вам нужно добавить немножко эмоций. Вам нужно добавить немножко чего-то вот такого яркого. Ну, самой себя развлечь или самому себя. Чего-то вот добавьте, какой-то эмоциональной составляющей, и вам это нужно. И сегодня не перетруждайтесь, это не показано вам. То есть не перерабатывайте, не берите слишком много работы, не берите на себя слишком много в этом плане. Второй вариант – желтое сердечко. У нас выходит аркан также придворный, принцесса чаш. Аркан эмоций. Если здесь у нас первый вариант – это аркан материальный, здесь аркан эмоций. Аркан такой энергии, несколько по-детски наивной, красивой, нежной, мягкой. И вот такой энергией сегодня вы будете окружены. Вы будете излучать такую энергию в мир, и мир к вам будет относиться с точки зрения таких энергий, посылать вам, делать посыл в виде таких энергий. Поэтому аркану вы можете получить какое-то приятное известие, возможно, долгожданное или, наоборот, неожиданное, связанное с вашими чувствами и эмоциями, может быть, от вашего возлюбленного, может быть, от человека, от которого вы прям ждёте этого известия, новости. Также этот аркан – это аркан ученика. Очень хорошо, если вы что-то начнёте, чему-то обучаться. Сейчас такой период, отличный для того, чтобы начать чему-то обучаться. Но ещё аркан, связанный с детьми, с юношеством, каким-то образом могут отыграться в энергетике вашего дня дети. Мальчики, девочки, либо юноша, девушка, что-то может такое вот с ними связанное произойти. Чего добавить, чего убавить. Не нужно быть слишком сегодня, поскольку у вас выходит аркан эмоций, открытого сердца. Вы сегодня с открытым сердцем и несколько уязвимы. Поэтому прямо уж слишком нараспашку не нужно своё сердце раскрывать. Всё-таки защиту некую сохраняйте. Сохраняйте такой момент, что не всем позволяйте ваше сердце, в вашу душу проникать. Потому что вы открыты сейчас. Защиту некую сохраняйте. Это, во-первых, а убавить нужно слишком резкие суждения. Не делайте слишком резких суждений. Следите за своими словами, чтобы вы никого не обидели. Вы даже можете не хотеть обидеть человека, а сказать неправильное какое-то слово. И, соответственно, причинить ему какую-то травму душевную. Вот над этим подумайте. И не принимайте сегодня каких-то очень важных решений. Сегодня не день для этого. Прямо таких судьбоносных, серьёзных, конкретных. Третий вариант. Зелёное сердечко. Аркан Луна. По Аркану Луна какая-то неясность в вашей жизни. Что-то непонятное. Неясность какой-либо ситуации. В какой-то сфере вашей жизни. Что-то для вас не проясняется. Ну, в чём это отыгрывается? Вам, наверное, виднее. Потому что тут миллион вариантов может быть. Но Луна – это всегда неясность. Это какое-то болото, это трясина. Это эмоциональные какие-то блоки. Это могут быть переживания. Это может быть так себе эмоциональное самочувствие. Можете копаться что-то там в своих мыслях каких-то. Что-то себя накручивать, надумывать. Потому что, ну, это вот такой Аркан. Если вы почувствуете, что действительно такая энергетика вас посещает, так сказать, с этим очень легко и просто бороться. Можно правильными настроями, аффирмациями. Сразу же мысли себе другие. Так сказать, программируйте себя на другие мысли. И по третьему Аркану, вот Аркан Луна, по третьему варианту, я вам могу сказать, что вот эта ситуация неясности какой-то. Может быть, вам кажется, что кто-то вас вокруг пальца обводит, кто-то вам правда недоговаривает, либо до конца не ясна суть чего-то. Из этого Аркана происходит довольно быстрый выход в Аркан Солнца. Этот период нужно пережить и правильно к нему отнестись. Вот. Поэтому, если вы почувствуете какую-то хандру, почувствуете, что хочется там как-то, может быть, кому-то выговориться, с кем-то посоветоваться, посоветуйтесь, выговоритесь, правильно себя настройте, найдите какие-то правильные настрои энергетические. Вы очень быстро выйдете в Аркан Солнца. Поэтому долго не задерживайтесь в этом Аркане, если почувствуете такие энергии. Ну и, конечно, по Луне какая-то женщина, мечтательная, такая томная, загадочная, может каким-то образом отыграться в энергетике вашего дня. А может быть, вы сами сегодня такие. Так, теперь давайте смотреть, чего лучше добавить и что лучше избегать. Ну, если какая-то ситуация подошла сейчас к концу, вообще от вот этого расклада третьего веет немножко тяжелым каким-то эмоциональным таким состоянием. То есть что-то в эмоциональном плане вам не совсем сейчас легко. Что-то у третьего варианта здесь есть. Добавить вам нужно больше решительности, большей решимости. Может быть, даже в чем-то жесткости вам нужно добавить сейчас, прибавить. Если чувствуете, что раскисаете, расквасились вы, берите себя в руки. Нужно собраться здесь конкретно. Вот как здесь пять мечей эти вместе собираются. А для того, чтобы в цель попасть, здесь, конечно, жестокий такой Аркан, потому что в бабочку они все настроены. Нацелены, вернее. Но смысл в том, что соберитесь, соберитесь в один, так сказать, паучок. А чего избегать лучше? Ну, во-первых, убиваться почему-то. Переживать о чем-то. И если вы понимаете, что какая-то ситуация подошла к завершению, то завершить и отпустить. Это будет вам только во благо. То есть то, что уже вам не нужно в жизни, легко отпускайте для того, чтобы идти в новую жизнь. Четвертый вариант. Белое сердечко. И у нас выходит Аркан Пятерка Пентаклей. Пятерка Пентаклей. Смотрите, сидит здесь такой гномик и печальный под мухоморчиком. Дождь идет, и он сидит со своими Пентакликами и печалится. Смотрите, здесь такой момент. Это вообще кризисный Аркан. Аркан кризисный, в первую очередь, по материалке. То есть, может быть, у вас сейчас действительно есть какие-то материальные проблемы. Если проблем нет, то, в принципе, этот Аркан говорит, что сегодня постарайтесь материальные вопросы никакие не решать. Это не есть хороший момент для этого. Не нужно, не стоит. Потому что это Пятерка Пентаклей. Это кризисный Аркан. И сегодня какие-то шаги делать серьезные в материальном мире, да даже и покупок никаких не нужно совершать, каких-то серьезных. Потому что вы можете потерять в материальном плане. И потом расстроиться. Какое-то разочарование вас может посетить. Поэтому старайтесь с материальным миром сегодня быть очень осторожны. Поменьше тратить, желательно вообще ничего не тратить. Продуктов каких-то купили, все. Если захотели купить норковую шубу, лучше не делайте это. Потому что потом можете оказаться, как этот гномик под этим мухоморчиком. Ну, в первую очередь касается это, конечно, финансовых вещей. Но, может быть, и в эмоциональном плане вы как-то себя чувствуете немножко, вот как этот гномик. Но из этого Аркана выход в Аркан шестерка Пентакля. Это шикарнейший Аркан. Поэтому он вам скоро предстоит. Как в материальном, так и в эмоциональном плане. Просто предупрежден, значит, вооружен. С материальными благами сегодня как-то так осторожнее будьте, чтобы не разочароваться. Не получить тот результат, которого вы не ожидаете. Которого вы не хотите получить, вернее. Чего лучше добавить и чего лучше убавить. Слишком много на себя сегодня не берите. И никаких активных действий сегодня лучше не предпринимать. Как и показывает, в принципе, здесь Аркан Пятерка Пентакля. Лучше этот период сейчас переждать. Понять, что, смотрите, чего лучше добавить. Двойка жезлов. Здесь человек смотрит за горизонты туда. Понимает, что есть новые перспективы. Но пока никаких действий не производит. Вот сегодня такая идет энергия от вашего варианта. Что сегодня лучше как-то никаких активных действий не предпринимать ни в одной из сфер вашей жизни. Подождите денек, второй, когда энергии сменятся. И вы сможете тогда по Аркану Сила действительно в полной мере вступить в бой. Во всех отношениях. Для того, чтобы выйти победителем. Уж точно на 100%. Вот такой получился расклад. Спасибо большое за то, что посмотрели до конца. Я надеюсь, он был вам полезен. Развлек вас. Очень надеюсь, что срезонирует. По крайней мере, важные подсказочки интересные вы для себя получили. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на кнопку колокольчика рядом с кнопкой подписки. Я же всех целую. Обнимаю. Очень люблю. Желаю всем только самых прекрасных, позитивных энергий каждого дня в вашей драгоценной жизни. Бесценной жизни. Всех вам благ, всего самого наилучшего и защиты и покровительства высших сил. Пока-пока. До завтра.